Спасибо большое за это приглашение. Это огромная честь встретиться и выступать на этом форуме. И на самом деле это очень сложно выступать в 5 часов вечера после полутора десятков замечательных спикеров и спикеров, которые в принципе все уже рассказали из того, что я хотел сказать. Кстати, я немножко, конечно, боюсь повторяться и прошу меня простить, если я буду это делать случайно. Я попытаюсь говорить с перспективы немецкой и берлинской, потому что с перспективы наций, которые являются колонизированы, оккупированными Российской Федерацией, уже говорилось сегодня, из перспективы Украины, говорилось много. Я попробую придать немножко новый аспект этой дискуссии и говорить с точки зрения Германии, как это видится со стороны Берлина. Я хочу подчеркнуть, что когда я буду говорить, я буду говорить дескриптивно, то есть описательно, не солидаризуясь с определенными точками зрения, которые я буду упоминать, а указывать на их существование, поскольку они являются распространенными в Германии, и, соответственно, знать об их существовании необходимо хотя бы для того, чтобы они не удивляли своим существованием, даже если они кажутся абсолютно нелепыми. Во-первых, если мы будем говорить, если вообще мы говорим в Германии про перспективу распада России и формирования новых независимых государств, то мы сталкиваемся с двумя «не» со стороны немецкой аудитории, немецких политиков-политикей, экспертов-экспертов, они не хотят это знать и думать об этом, а если они думают об этом, то они не хотят это видеть, они не хотят, чтобы это было реальностью. Перспектива распада России с точки зрения Германии, ну как апостол Павел говорил, значит, что мы проповедуем Христа распятого, что с точки зрения иудеев соблазн, а эллинов безумие. Вот с точки зрения немцев распад России – это и соблазн, и безумие одновременно, потому что это выбивает базис из не только эмоциональной любви к России, но и из чисто технического понимания того, как функционирует мировой порядок, архитектура безопасности и как можно строить, собственно, свое место в мире. Вот как же быть без России? Вот если Бога нет, то какой же я генерал-полковник? Если России нет, то где же наша восточная политика? Это не новая позиция Запада. Если мы вспомним, 1 августа 1991 года американский президент Джордж Буш, старший, выступал перед парламентом, перед Верховным Советом Украинской Социалистической Республики со своей речью, которую потом иронически назвали «Chicken Cave». И в этой речи он, собственно, говорил очень прямо все то, что сегодня можно услышать из многих столиц Западной Европы. Он говорил, что дихотомия выбора между независимой Украиной и существованием внутри Советского Союза – это неверная, ложная дихотомия. Это ошибочный выбор, нет такой перспективы. Нужно общаться с господином Горбачевым и с социалистической Украиной, потому что Горбачев символизирует собой демократию, перестройку, гласность, демократические реформы. И интересом Соединенных Штатов является поддержание хороших отношений с демократическим Советским Союзом. Через три недели советские топ-чиновники Язов, Пуга, Янаев и другие показали господину президенту Бушу, в чем он заблуждался. Но очарование Горбачеву на самом деле осталось. И до сих пор Горбачев является одним из самых ожидаемых и самых любимых лидеров не только в Германии, несмотря на то, что он поддерживал аннексию Крыма, несмотря на то, что он является палачом, и при нем Советский Союз устроил резню и в Риге, и в Вильнюсе, и в грузинских городах, и в Казахстане. И с удовольствием устроил бы много где, если бы хватило сил. Да, конечно, этот кровавый след, он абсолютно по всему Советскому Союзу при Горбачеве протянулся от далеких азиатских окраин до далеких западных окраин Московской империи. И это ему абсолютно не вспоминают. Потому что он является символом вот этой вот хорошей России, хорошей Москвы, с которой, несомненно, надо договариваться, а вот эти все желания Киева быть независимыми можно игнорировать. Когда мы говорим о том, есть ли понимание того, что Россия развалится, о чем здесь понимание ли каких-то центробежных процессов, вообще процессов, которые происходят внутри Российской Федерации. Нет, его нет. Так же, как его не было, собственно, и во время Майдана в Украине, не было понимания того, что происходит в Украине. А это было совсем недавно, и Украина уже, извините, была 25 лет как независимое государство. За буквально несколько дней до того, как Янукович сбежал из Киева, с ним президент, а не президент, а министр иностранных дел Штайнмайер прилетал договариваться и думал, что они договорились. Вот. Не было этого понимания. Точно так же сейчас нет понимания, что происходит в регионах. Я уверен, что как в 91-м году, значит, западные министерства иностранных дел в ужасе поняли, что у них нет ни одного человека, который говорит на казахском, грузинском, украинском и так далее. До сих пор западные организации, которые нанимают персонал международный для работы в Украине, требуют от них знать русский желательно, а не украинский. Или украинский вторым языком. А для работы в Узбекистане, например, и в Таджикистане русский просто идет обязательным знанием. Так вот, сейчас, если это случится, то они также обнаружат, что нет никого с татарским языком, с башкирским языком, с другими языками. Если мы помним, в 2013 году, за несколько месяцев до Майдана, Германия собиралась закрыть, остановить финансирование единственному центру украинистики в Грайсвальде. И все эти ставки ученых в Грайсвальде, которых считали абсолютно ненужными, они были спасены, собственно, украинцами, украинками, вышедшими на Майдан, потому что внезапно оказалось, что в Украине что-то происходит. Одно из крупнейших немецких изданий, Die Zeit, закрыло свой московский офис в 2012, по-моему, году, и открыло офис в Бразилии, сказав, что на постсоветском пространстве ничего интересного больше не произойдет, история закончилась. А про открытие офисов в Киеве мы вообще молчим, как бы западные СМИ, немецкие СМИ, большинство из них не имеют ни одного офиса. До сих пор в Киеве, до сих пор все вещание, например, немецкого первого канала АРД, второго канала ЦДФ ведется из Москвы. То есть понимания нет. Меня спрашивали в коридорах, будет ли поддержка какая-то национальным независимым освободительным движением, если они внезапно будут формироваться, причем поддержка, например, материально-техническая. Я говорю, нет, не будет. Не будет и политической поддержки. Для того, в немецком, например, государственном праве, штатсерах, есть понятие, что такое государство, что делает государство государством. Это территория, это народ, и это эффективный контроль над этой территорией. То есть если вы хотите быть нацией, с точки зрения государственного права немецкого, вы должны четко понимать, где вы живете, кто вы, И вы должны показать, что у вас есть эффективный контроль над этой территорией. И даже после этого будет долго лет тянуться разговор о том, признавать вас или нет. Ичкерию не признали, несмотря на то, что был и народ государственный, штатсфольк, и территория, которая была чеченской, и контроль над этой территорией в 90-х годах. Не признали. Разумеется, если САХА сейчас объявит о независимости, и даже над офисом губернатора будет вывешен независимый флаг, и даже если будет проведен референдум, на котором большинство скажет, что мы хотим быть независимым, еще несколько лет будут переговоры, пока не будет окончательно выяснено, что Россия не вернет военным путем контроль над этой территорией, потому что пока никто не будет признавать. Посмотрите, что было в Беларуси. В Беларуси не было вопроса отделения сецессий, в Беларуси не было вопроса декларации независимости. В Беларуси были выборы уже существующего признанного государства, выборы президента. Всем было очевидно, что Тихановская победила. Всем было очевидно, что она победила в первом туре. Это, очевидно, следовало из абсолютно всех открытых источников. Тихановскую никто не признал. Несмотря на то, что там не было вопроса создания нового государства, а был вопрос исключительно признания определенного человека победившим. Ее никто не называл президент-элект. То же самое будет, к сожалению, и с регионами России, которые захотят, с народами России, которые захотят заявить о своей независимости и своей государственности. Означает ли это, что это будет плохо? Нет, не означает. Это просто нужно понимать, что поддержка будет оказана уже после того, как произойдет победа, а до того, как произойдет победа, помогать никто не будет. Ну, возможно, кроме каких-то сил в Украине, может быть, немножко Польша, но не на официальном уровне, не знаю, это вопрос фантазии. Как это все произойдет? Как это все произойдет? Ну, на мой взгляд, хотя я думаю, что вам решать это все, разумеется, самим, мне с точки зрения как бы из Берлина кажется, что произойдет примерно так же, как распад Советского Союза. То есть элиты какие-то, которые внезапно поймут, что быть в обойме путинской дороже, чем из нее выйти. И тот, кто выйдет первым, получит максимальный куш. А кто-то начнет выходить, и к ним присоединятся другие, потому что увидят, что это можно, и побоятся, что будет дальше сложнее и страшнее. То есть сначала случится фактический распад, потом произойдет какое-то утрясание ситуации, только потом будет признание. Не наоборот. То есть не стоит ожидать, что МИД Польши признает существование независимого Башкортостана, например, до того, как независимый Башкортостан фактически не превратится в субъект международной политики. Кто будет в выигрыше от всего этого, не говоря уже о народах, которые освободятся? В выигрыше, скорее всего, будут страны Центральной и Восточной Европы, которые стоят наиболее близко к этим движениям, потому что, на мой взгляд, Западная Европа, Германия, Франция, другие страны присоединятся последними. Возможно, Британия окажется быстрее, потому что она будет действовать самостоятельно, и у Британии, в принципе, есть большой опыт и работы с национально-освободительными движениями, и есть представители некоторых народов, которые действительно живут уже много лет. А что можно делать с точки зрения нас, которые общаются с представителями и родительских кругов западных, Германии, например, как можно этой ситуации всей поспособствовать? Ну, например, мне, как гражданин Германии, обидно видеть, что, например, моя страна, очевидно, уже потеряла Украину морально и готовится, даже не заметив того, что теряет, потерять морально и САХУ, и ТВУ, и Ингрию, и остальные страны. Ну, самым простым способом было бы и ни к чему не обязывающим, на самом деле, создание исследовательских центров, которые могут выступать центрами спокойного существования национальной интеллектуальной элиты этих будущих государств. Это может быть игра на очень долгий срок. Ну, у меня лично, как бы, есть одно пари, которое заключил в 2020 году, в июле, на то, что Россия распадется до июля 2030 года. Тогда я думал, что это будет в течение 10 лет, сейчас я думаю, что это будет быстрее, поскольку вот эта война станет триггером. Вот, но даже если это случится и дольше, то наличие национального, тем более этот национальный интеллектуальный центр нужен для того, чтобы молодые исследователи и исследовательницы могли спокойно делать свою исследовательность. Потому что понятно, что в России невозможно делать чистое научное исследование. В России невозможно издавать литературу на национальном языке, если она касается тех тем, которые зарезервированы для русского языка. В России невозможно исследовать национально-освободительное движение. И такие центры должны существовать для того, чтобы становиться safe rooms, safe spaces для будущих министров, министрок и так далее. Потому что первым поколением министров, министрок станут, разумеется, люди, которые задействованы в путинской элите. От этого никуда не уйти. То есть так же, как первые генеральные, первые секретари Компартии Социалистических Республик превращались в президентов и министров. А точно так же будет и сейчас. Но мы все-таки хотим, чтобы государственное строительство делали другие люди. Вот эти вот центры, где могут научные работники, работницы работать спокойно, они, конечно, необходимы. Ну и я закончу уже все. У меня последний пункт, восьмой. И я думаю, что это все произойдет в течение пяти лет. Иншаллах. Возможно, чуть дольше. Но я думаю, что пять лет – это вполне логичная перспектива, если Россия будет двигаться под руководством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина туда, куда он ее ведет, в экономический, политический, моральный и демографический коллапс. Спасибо большое. Спасибо. Есть ли вопросы к Сергею? Если тогда можно очень коротко, потому что задерживаемся. Не очень коротко, но ответ, я думаю, будет коротким. Тогда вы вас попрошите в коридоре потом обсудить. Не, я извиняюсь, у нас нет времени, а есть спикеры, нет, извините, есть спикеры, которые ждут, которые должны были выступать, я очень извиняюсь, и мы не можем. Так что потом, если… Да, но профи паузы и ужин никто не отменял. Да. Ну, у нас как бы можно выходить, заходить в зал, я так понял. Так что, если можно, потом можете себе вот эти вопросы задать. Извините там. Спасибо большое. Спасибо, Сергей. Спасибо. 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 Спасибо.